тебе понравилось да вот это яблоко очень интересный сорт необычная форма зеленая с одной стороны другую сторону такая красная сохранность до самого весны очень хорошие это белорусский сорт поздний зимний и так добрый день друзья или добрый вечер добрый вечер вот сегодня у нас хатунском питомнике очередной обзор яблок и это будет у нас поздний зимние и зимние сорта которые сохранились до сегодняшнего дня в обычном погребе под домом а сегодня у нас 17 марта пришла уже полноценная весна и много сортов сохранилось хорошо в этом году хорошие были условия и будем сейчас на их дегустировать оценивать их вкусовые качества у нас сегодня участвует сергей в обзоре он будет пробовать яблоки и ставить какую-то оценку свою независимую оценку потребитель этих яблок начинающие садоводы с небольшим опытом так как сергей не знает особо название сортов поэтому он будет оценивать адекватно вкусовые качества так скажем и начинаем обзор мы сорта ну с какого сорта мы начнем вот давайте с этого это очень интересный сорт называется беркутовская симпатичные на мой взгляд яблоки ярко окрашенные у них очень насыщенный вкус кисло-сладкий яблоки хорошо хранятся как мы видим вот до марта я думаю что они пролежат и до мая месяца так давайте разрежем это яблочко вот оно такое хрустящее и достаточно плотно то есть марта миш марта месяца хранила до насыщенной соки свои и этот сорт еще в магазинах можно встретить под названием honey crisp потому что honey crisp он такой более разрекламированный сорт уже известный его хорошо покупают магазинах и беркутовская надо сказать что она название беркутовская не очень привлекательная honey crisp гораздо лучше медовая хрустящая и под этим названием беркутовская продается в магазинах очень приятный вкус сочная как я уже говорил яблоко я бы с удовольствием такое яблоко кушал но есть мы будем оценивать исходя из пятибалльной шкалы я бы наверно это яблоко цену на полноценный четыре с половиной четыре шесть четыре с половиной но очень достойное яблоко и я считаю что очень хорошие четыре с половиной ты для меня это очень высокая цена я можно сюда конечно но ты оставляй место потому что сортов много у нас надо все попробовать дальше у нас идет сорт синап орловский вот такие яблочки надо сказать что это яблоко конкретно оно такое зеленое потому что его сняли не в полной зрелости слегка зеленым сняли в итоге рано собранные яблоки они не набирают полного вкуса потому что сенап орловский это очень вкусное яблоко если его хорошо выдержать на дереве да если она созреет полноценно очень замечательно просто шикарный вкус и сенаповый у него аромат есть сейчас сергей попробуй пожалуйста да мне очень своеобразный запах очень приятный своеобразный запах лимоном и карамелью но мое мнение такое что также яблоко достойная хорошо сохранилась к этому времени что касается вкуса то это совершенно два разных яблока но я бы все-таки предпочтение больше первым яблоко дал и говорят о шкале по наши пятибалльные наверное где-то 42 да на самом деле это сенап орловский у него вкус в районе 46 47 если яблоко хорошо вызревшая если конечно еще где дерево здоровое не больное и соответствует сортовым характеристикам потому что бывают различные образцы которые уже не похожи на маточное дерево так скажем следующий сорт нашем обзоре это сорт лобо надо сказать что хорошо сохраняется этот сорт у него шкурка такая достаточно плотная мякоть при созревании у этого яблока нежная становится ароматная очень приятная как тебе внешний вид этого яблока но касается внешнего вида полная пятерка в отличие от беркутовского гладкая такая поверхность она более привлекательна да но если говорить о товарном виде туда белая мякоть у этого сорта это наверно все-таки уже проблемы с охраной станете прожилки желтки ну да ну бывает такое какой-то может быть был налив небольшой у этого яблока потому что она весело на макушке хорошо значит они хранятся вкусовые качества тоже отличные яблоко сладкое практически без кислоты да да у неё скорее всего склонность при длительном хранении что она приобретает свойства картошки очень своеобразный аромат эту яблоко он очень отличаются от этих из того что я уже давал оценку наверно 4 и 5 если было 4642 то вот это 45 а вот мне интересно как было то оценишь вот это яблоко на вид красиво на видов внешние такой полосатенькая это сорт хани крисп хани крисп он такой хрустящая хорошо сохранилась на сегодняшний день пожалуйста пробуй сорт хани крисп он устойчивый к парше достаточно зимостойкий в подмосковье урожайный немножко есть какая-то гниль небольшая но в целом яблоко вот видно что она сохранилась сочная насколько она необычная хорошо сохранилась ну как бы по порядку уже говорится сохранность превосходно это яблоко очень сочная мякоть упруга хрустящая вкус хороший небольшая кислинка есть что касается оценки наверно будет все-таки чуть ниже чем первые два яблока которые поставил 44 а сейчас я хочу показать вам яблоки как они у нас хранились в погребе вот смотрите то есть условия совершенно обычную то есть некоторые яблоки просто покрывается плесенью вот сорт еще у нас есть олеся олеся чемпион по лёжкости лежит без проблем даже вот с плесенью да но если плесень убрать мы видим что яблоко абсолютно чисто его можно есть и сейчас мы будем пробовать попробуем олесю у нас есть чистое яблоко а вот у нас олеся лежит вот она видите она когда помыто чисто очень красивая яблоко симпатичная я вам скажу что если помыть яблоки перед тем как заложить на хранение помыть если их помыть в растворе извести однопроцентном или в растворе однопроцентном хлорида кальция то яблоки уже не будут то есть не ведь и они будут храниться в два раза дольше в данном случае я ничего не обрабатывал как вот яблоки были собраны так и лежали а мы не попробовали с вашей позволь а олеся олеся позвольте попробуй пожалуйста хорошая яблоко сейчас она уже такое сладенькая на структура к сожалению уже немножечко начинает превращаться картошка но пока на данный момент это никак не влияет и не уменьшает ее достоинство это яблоко по вкусу традиционный вкус умеренная хрустящестисти можно так сказать да также достойный яблоко и наверное бы я поставил 4 4 как вот предыдущие яблоко они конечно разные и что-то в одном больше лучше что-то в этом лучше но вот в целом если оценку дать то 4 4 но она совсем не кислые хорошая яблоко лися до парочку их можно съесть с удовольствием дальше переходим мы к следующему сорту давай попробуем что инфрация на странная да вот у нас есть такой сорт это сорт legal legal выделяется тем что у него очень крупные яблоки 400 500 грамм держи пожалуйста пробуй legal у него в крови сорт golden яблоки сладкие практически без кислоты сильно поражаться паршой у нас урожайность очень высокая яблоки товарные сорт промышленные его выращивают в европе что касается вкуса по мне он не столь насыщен как у предыдущих менее выражен но достаточно сочным я бы наверно предпочел эти хотя яблоко также достойно что касается оценки вкусовой оценки наверно 4 3 за из-за ненасыщенности вкус я поставил его больше гораздо оценку за запуск диамент я думал что уже они закончились а вот одна яблочко осталось и сохранилась до марта таким образом можно признать что это сорт поздний зимний до апреля он долежит и может быть даже до мая долежит сорт иммунный к парше иммунный к мочнистой россии вырожайный но у него зимостойкость не очень я себя ловлю на мысли что после такого количества попробованных яблок к сожалению все труднее и труднее дать вкусовую оценку яблок надо меньше кусочек отрезать я тебя предупреждал сразу но это явно выраженный вкус не похожий на все остальные по оценке которые я давал наверное тут наивысшее из тех что я оценил опять же вот из-за характерного привкуса особого привкуса грушевый да я вот никак не мог представить что это за вкус вот действительно оттенок груш я реагируют на особенность вкус этого яблока потому что она очень отличается от остальных она скажем так нестандартного предыдущие два сорта у них очень стандартный вкус вкус среднестатистического яблока это вот яблоко явно выделяется по своему вкусу сколько баллов ты поставишь 4 6 также вот как первым яду теперь у нас задача оценить два сорта и у нас одно будет магазинное яблоко вот такое это ренец семеренко и у нас есть вот такое яблоко этот сорт вербное наносить немножко похоже так по форме вот давай сравним эти два сорта для меня очень приятный насыщенный сладкий вкус ну конечно минус то что она уже становится картошкой ренец семеренко в какой-то момент становится таким рам крахмалистым для пожалуйста попробовать вербное и скажи что в сравнении белорусской селекции зимостойки у него высокая повышенная зимостойкость особенность то что очень крупные яблоки средний вес оценивается оригинатором в 220 грамм устойчивость к парше полигенная у него вкусовым качеством он уже очень мягкий по консистенции да и по сравнению с предыдущим яблоком все-таки вкус намного более растворен но крахмалистисти нет крахмалистисти сама нет и здесь она похоже это не картошка настала у нее изначально такую структуру мекоти более нежная более нежная да 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 вот действительно более просто нежная мягкая если вы эту яблок уже предел хранения яблок еще полежал соответственно оценка наверное где-то 4 4 4 3 а вот у нас есть книжка такая белсад здесь описание сортов белорусской селекции и она там есть когда его смотри наша верная зимостойкий урожайный до 30 тонн с гектара скороплодный на второй третий год после посадки на подвое 62 396 вступает возношение и дегустационная оценка 4 балла всего на 4 балла оценивают вкусовые качества на сказать что раньше старались не высокие оценки не ставить я так понимаю а сейчас вот сорта выходят они уже там такие завышенные оценки и может быть если бы вербное сейчас бы вывели то уже больше было бы оценка а вот что вот это за сорта синап белорусский кстати у нас есть сорта полученные от антонов так скажем три богатыря богатыря бы такой он так и называется богатырь ты был у нас синап орловский don то яблоко было некрупное но это тоже богатырь потом еще есть мартовская она тоже от антоновки вот это три богатыря это вот такое белорусский богатырь называют его sin up белорусский хотя к синапом он не имеет никакого отношения у него вкус Ренета скорее, чем Синапа. Синап белорусский, очень поздний зимний сорт. Вкус, конечно, расстроил. Точнее, не вкус, а консистенция. Мякоти, она очень жесткая. Но хотя, само по себе, яблоко действительно хорошее. По вкусовой оценке, мгновенно, где-то 4-3. Средняя масса 135 грамм, то есть они не сильно уж и крупные. Дегустационная оценка 4 балла. Одинаковая с сортом Вербная, которую мы пробовали. И моя оценка совпала, кстати. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова